Всем привет-привет! Мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала, добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему, что происходит в его жизни прямо сейчас, ежедневный наш расклад. И посмотрим на колоде Таро иллюминатов, что меняется в жизни вашего мужчины, какие энергии сейчас его окружают, и все по нашему обычному плану. Напоминаю, что если вас интересует обучение Таро, вы мечтаете обучиться делать расклады Таро самостоятельно для себя, своих близких. Либо хотите сделать это занятие своей профессией, и вам нравятся мои трактовки, моя манера подачи информации, моя энергетика, пишите, пожалуйста, мне на WhatsApp. Ссылочка находится под каждым видео на моем официальном канале на YouTube. И я обязательно с вами свяжусь. И, конечно, благодарю вас, как всегда, мои дорогие, за ваши донаты, спонсирования, за ваши лайки, за ваши прекрасные, теплейшие комментарии. Низкий вам поклон на моем канале, самые чудесные, светлые души, самые замечательные подписчики. Благодарю вас. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Период ожидания чего-то, как будто ждет каких-то результатов от какой-то своей деятельности, либо просто чего-то ждет, но не получает должного результата, должного плода, так сказать, не срывает с этого дерева богатого, красивого. Что-то ждет, какое-то ожидание, либо, может быть, затянувшаяся какая-то ситуация нерешаемости чего-то, но чаще здесь именно в ожидании, в каком-то ожидании чего-то находится этот мужчина. Какие энергии покидает сейчас его жизнь? И что входит в права, какие энергии сейчас входят в его жизнь? Что происходит в его жизни прямо сейчас? Знаете, сейчас его покидают очень непростые энергии, переживаний, конфликта внутреннего какого-то, даже терзаний, сомнений, копания в себе, каких-то комплексов, прям расцвета. Вот это все у него было, может быть, были какие-то переживания, он даже спать нормально не мог, может быть, там транквилизаторы какие-то принимал. Но, в общем, было ему нехорошо, в недалеком прошлом ему было прям реально нехорошо. Вот эти энергии, страха, переживаний, сомнений, какие-то очень сложные энергии, они уходят в прошлое. И на смену приходит энергия новых веяний, новых перспектив, новых каких-то горизонтов, что-то новое, что-то очень важное и что-то вообще такое классное, возбуждающее в его жизнь сейчас входит. Как будто человек смотрит сейчас вперед в новые перспективы и ждет, что что-то новое и что его порадует по-настоящему сейчас в его жизнь войдет. И это действительно должно произойти. Чего не скажешь об отношениях с некой женщиной, королевой жезлов. Кстати, здесь, поскольку вышла у нас троечка кубков, я могу предположить, что вполне возможно в жизни этого мужчины не одна женщина есть. Либо влияние какой-то другой женщины есть, либо влияние каких-то других людей здесь может быть на их отношения. Возможно, не для всех отыграется, но для части здесь есть, да, действительно. И у него сейчас, здесь будет несколько направлений информации. Либо все подойдут к вам, либо одно какое-то направление. Первое, здесь произошла ссора, причем достаточно крупная ссора с этой женщиной на почве любовных отношений. Не дай бог у кого-то внутриугольника. Возможно, возможно, из-за того, что кто-то есть, почему я вам и сказала. И сейчас с этой женщиной они ушли в сложные, очень тяжелые арканы. В два кризисных аркана. Пятерка пентаклей, пятерка мечей. То есть, произошел конфликт какой-то, который привел к тому, что они стали, если не врагами, то это некая конфронтация прям конкретная наступила. Также здесь может быть так, что произошел конфликт с этой женщиной именно из-за того, что он ведет себя как-то легкомысленно. Ведет как-то так, что эту женщину не устраивает. Кстати, в первом ряду чаще всего выходите вы. Поэтому для большинства здесь это будете вы. Естественно, если вы давно с этим человеком не общаетесь, либо в каких-то единичных случаях это может быть какая-то другая женщина. Карты Таро нам не показывают фамилии, имена, пароли и явки. Они нам показывают в общих чертах. Я вам и рассказываю, как есть. Еще один вариант. Здесь одно направление будет. В том плане, что какие-то материальные вопросы сейчас очень сложные между этим человеком и этой женщиной. Тут может быть миллион разных ситуаций. У каждого своя. Расклад смотрят десятки тысяч людей. Но смысл в том, что некие какие-то терки, какие-то конфликты именно по материальной сфере у них происходят. Уж не знаю, кто кому что должен, либо будет должен, либо они выполняют какие-то обязательства. Но вот с женщиной у него однозначно сейчас прям конкретный конфликт возник. Ну давайте посмотрим, думает ли вообще о вас, если думает, какие мысли. Думает ли сегодня этот человек о вас вообще и какие мысли. Думает-то думает. Но он старается поменьше думать о вас и поменьше включать свои эмоции. Закрывается и как-то старается даже в вашу сторону особо не проявляться. Так еще что думает. Давайте посмотрим. Еще что думает. Мысли-то, конечно, здесь есть. Что-то между вами происходит, девочки. У сегодняшних зрителей, у зрителей сегодняшнего расклада, либо сейчас прям между вами происходит что-то сложное, вполне возможно, что вас именно и показали по этим органам. Так что здесь подтверждается. Потому что мужчина, опять-таки, имеет сложные и тяжелые мысли в отношении вас, старается их гасить, старается поменьше об этом думать. Но здесь действительно либо треугольник присутствует, либо какие-то между вами разногласия, которые ему по сути сердце разбивают, не дают ему спокойно жить, спокойно спать. Опять-таки, да, поэтому мысли о том, что вы его глубочайший судьбовой человек, то есть вы, по сути, родной человек, человек по судьбе, человек вот именно родной. Я очень часто произношу это слово, потому что вы действительно выходите ему как родной человек, родственная душа. Вот такие мысли о вас. Но тот мужчина включает как-то разум, выключает эмоции, старается поменьше вникать в мысли, в какие-то эмоции, да, потому что почему-то он находится в аркане тройка мечей. И вам лучше знать почему. Мысли о вас ранят его сердце. Вот сегодня так, приносит ему какую-то боль. Хорошо, эмоции, чувства к вам. Давайте тогда посмотрим. Эмоции, чувства к вам сегодня. Ну, эмоции и чувства на высоте, как говорится. Это принцесса кубков. Есть эмоции, есть чувства, есть и влюбленность, возможно, любовь. Кто знает. Давайте дальше посмотрим у всех по-разному, конечно, здесь. Да, здесь и боль, и слезы, и любовь, и уход из отношений, и цикличность. От вот такого сценария. Девочки, есть чувства здесь. Но здесь есть и разочарование, и боль. И я вижу, мне показывают и уход из отношений, либо его, либо ваш. То есть расставания здесь либо были, либо они есть, либо они у вас случаются. Не либо, а точно случаются циклично. Сегодня был, кстати, расклад. Точка или будет продолжение. Посмотрите его. Там, в принципе, та же самая информация. У нас перекликаются очень расклады всегда. Хорошо. Если вы находитесь сейчас в расставании с мужчиной, посмотрите, либо на паузе, посмотрите расклад. Вот. И он думает об этой цикличности. Что у вас это происходит как бы по циклу. Расстались, потом опять, скорее всего, примирились, вспышка эмоций. И потом опять всё по кругу. Вот сейчас у него такие мысли, мысли, эмоции и чувства в отношении вас. Сегодня не очень-то всё легко и просто. Что скрывает от вас этот мужчина? Что скрывает от вас этот мужчина? Какие-то дела по работе. Что-то связанное с работой, с денежными делами. Может, какие-то новые проекты. Может быть, что-то связанное с коллегами, с работой. Что-то вам не договаривает в этом плане. А может быть, просто не хочет с вами этим делиться. Также какие-то материальные дела, материальные вопросы. Что хотел бы сказать, но молчит. А вот он сейчас находится в каком-то состоянии непонятном. Куда двигаться, что делать дальше? Посмотрите, девушка с закрытыми глазами, с двумя мечами. Позади неё луна. И она сидит статично, не двигается. Она не знает, куда двигаться дальше. Вот это он хотел бы вам сказать. Что он не понимает, куда дальше идти. Либо в какой-то из сфер своей жизни, либо в отношениях с вами. Но он сейчас в таком положении находится. Что его волнует? Что волнует этого мужчину сейчас? Очень сильная тяга к вам. Его тянет. Он ничего с собой поделать не может. Его очень тянет к вам. Причём это притяжение по всем фронтам. И сексуальное, и интеллектуальное, и эмоциональное, и душевное, и духовное. Как бы он не пытался ни думать о вас, ни вспоминать, как-то энергии эти эмоции убирать, а всё равно тянет. Всё равно его тянет. Ещё его может волновать здесь такой момент, что какие-то дела в его жизни нужно решать практически силой. То есть какие-то дополнительные усилия нужны для того, чтобы что-то порешать. Это тоже может его волновать. А также то, что с вами, скорее всего, вы такой вот человек, что у вас просто так хомут вам на шею не накинуть. То есть вас тоже надо как-то подчинять своей воле. Это его тоже может волновать. Так, давайте спросим сейчас, как у него дела дома, как он там себя чувствует, если он живёт отдельно от вас. Как атмосфера дома у него? Нормально, он себя сейчас чувствует уверенно. И, кстати, он может сейчас мутить какие-то дела. Мне захотелось по этому Аркану именно сказать мутить. Ну, в плане его, может быть, карьеры, работы, может быть, каких-то денежных дел. Что-то там он, что-то он, что-то он именно алхимичит. Что-то такое он делает. Поэтому, ну, вообще, он чувствует себя уверенно. А сейчас и по Аркану Маг всё должно быть нормальненькое. То есть чувствует себя хорошо. Атмосфера дома нормальная у него сейчас. Для него самого. Но он сейчас занят какими-то своими делами, собой любимым. Так, теперь будет вопрос мысли о вас, когда просыпается и когда засыпает в эти дни. Мы смотрим вчера, сегодня, завтра. Когда просыпается, когда засыпает. О, какой красавец у нас. Какой у нас красавец. Когда просыпается, могу вам сказать, что одно из первых мыслей, если вообще не первой, являетесь вы. И он думает о вас, как об исключительно прекрасной женщине. Это девятка пентаклей. Красивая, умная, самодостаточная, ухоженная, сексуальная. То есть первая мысль о вас, как она прекрасна. И не важно, между вами пятёрка мечей, либо ещё что-то. У него первая мысль о том, что вы прекрасны. Однако же вечером ситуация у нас, если не кардинально меняется, то происходят изменения. И он начинает думать, ложится перед сном и начинает думать о вас. И о том, как много между вами каких-то препятствий, недопонимания. Может быть, каких-то обстоятельств, которые вам мешают. Также по этому аркану может быть такая информация, что когда он ложится спать, он старается поменьше думать о вас, побыстрее уснуть для того, чтобы эти мысли не развивались в сторону восьмёрки мечей. Вот так. Говорит ли с кем-то о вас этот человек? Если да, то что? Какие энергии? Хорошие, либо не очень? Говорит ли с кем-то о вас? Королева кубков. Во-первых, он может говорить с какой-то дамой, королевой, допустим, может говорить. Но тут не обязательно, может, и с мужчиной, и с каким-то говорить. Но говорит исключительно, как о любимой женщине. Королева кубкова – это любимая женщина, которая испытывает человек эмоции. Поэтому как он говорит? Ну что тут можно сказать? Самые лучшие слова, как о женщине любимой. Вот так вот. Несмотря на сложные арканы до этого. Следит ли, наблюдает ли за вами, собирает ли информацию? Вообще интересует его ваша жизнь? Ну вообще сказать, что это прям какая-то слежка, что собирает информацию, я не могу. Мне больше показывают, у него сейчас какие-то свои дела, заботы, он больше этим увлечён и больше об этом думает. А также, когда он хочет о вас какую-то информацию узнать, у него начинаются сомнения в душе и какая-то борьба разных начал. Он не понимает вообще, ему нужно о вас знать что-то или нет. Вот сейчас энергии такие у нас выходят. Следующий вопрос, если вы сейчас в расставании, я, конечно, могла бы сейчас и не задавать этот вопрос, потому что был расклад, точка или пауза. И я не буду на самом деле задавать этот вопрос, потому что если вас это интересует, пожалуйста, расклад, точка, точка или пауза или продолжение отношений сегодня, посмотрите. И вот там ответы на все эти вопросы. Поэтому сегодня я просто их из этого расклада упускаю. Выпускаю. Выпускаю. Вот. А теперь будет вопрос о том, я не задавала, кстати говоря, в раскладе о точке или паузе. Стоит ли вам сегодня сделать первый шаг, вчера, сегодня, завтра, если вам очень-очень хочется. Аркан влюблённая. У вас есть чувство к этому мужчине, и скорее всего вам очень сильно хочется сделать этот шаг, но вам нужно сделать правильный выбор. И для каждого здесь будет ситуация своя, потому что у всех, естественно, по-разному всё складывается, и ситуации разные, и мужчины разные. Поэтому, по сути, вот этот аркан говорит, сделайте правильный выбор, и вы знаете, какой правильный выбор сделать. Стоит или не стоит, тут вам нужно определиться, но вы знаете, какой выбор надо сделать. Всё-таки давайте спросим, для большинства аудитории это какой выбор лучше бы сделать? А будьте умнее, будьте хитрее, будьте даже в чём-то более манипулятивны. Просто будьте мудрее, я бы так даже сказала, я не буду говорить, что будьте хитрее, а будьте именно мудрее. Если вы будете делать какой-то первый шаг в отношении этого мужчины, то не надо делать его наивно, так хлопая ресничками, а как-то умненько, очень умненько поступите. С хитрецой даже где-то, но с хорошей хитрецой. Так, хорошо, давайте дальше. В принципе, это вопросы всё из расклада, которые я делала сегодня, так что смотрите его. А теперь будет вопрос, как вам лучше себя вести с этим человеком сейчас, с точки зрения карт Таро вообще. Лучшая тактика поведения сейчас с ним. Во-первых, не делать из мухи слона, не делать трагедии из того, что между вами сейчас происходит, отнестись более легко, даже где-то в чём-то поверхностно. То есть отпустить ситуацию. Понимаю, понимаю, мои дорогие, что во многих случаях это просто невозможно нереально сделать, потому что ну вот нереально. Бывают такие тяжёлые ситуации в отношениях, но на самом деле реально всё. В любом случае вам надо как-то проще отнестись, как-то отпустить эту ситуацию, перестать зацикливаться на этом. Понимаете, вот об этом речь. К тому же впустить в вашу жизнь новую энергию, энергии обновления, чем-то новым заняться, купить себе новую красивую одежду, какую-то вещь, пойти куда-то там чем-нибудь, не знаю, на досуге в какой-нибудь записаться на какую-нибудь деятельность интересную, кружок по хобби, в тренажёрный зал, ещё куда-то. В общем, что-то новенькое впустите в вашу жизнь. И вообще смотрите вперёд, не надо оглядываться назад, отпускайте прошлое. Поэтому Аркану это всегда так. Очень многим здесь идёт такая информация, что если вы, допустим, устали в этих отношениях, то вам пора двинуться в новый путь вообще уже. Оставьте это всё и идите в новый путь. Так что здесь вот так. Ну и у нас остался напоследок вопрос о сопернице. Напоминаю, что это вопрос исключительно для тех, у кого точно на 100% есть соперница. Если соперницы нет, не нужно осмотреть этот вопрос, вернее. Либо если вы просто подозреваете. Только для тех, у кого на 100% она присутствует в вашей жизни. Что у него с соперницей сегодня? Сегодня. Интересно то, что у них то выходит какая-то ссора, уход в отшельники и всё остальное, то примирение. То ссора, то примирение. Ну вот сегодня показывает, в том случае, если она его жена, к примеру, да, либо их связывает совместное проживание, совместный дом, это в первую очередь для тех людей, то здесь действительно либо примирение, либо в принципе у них сегодня может быть какой-то семейный праздник, либо может быть они как-то время, извините, если это больно слышать, но вот что показывает карта Таруто и должна озвучить. Даже знаю, что дизлайки полетят наверняка, но я должна говорить то, что есть на самом деле. Так что сегодня у них что-то вот семейное, может быть связанное, кстати, с детьми, либо с какими-то родственниками. И это хорошее, это позитивное, положительное эмоции. У кого-то может быть примирение на сегодняшний день. Сегодня показывают так. У кого-то поездка может намечаться, кстати, по рыцарю принц Жезлов. Может и такое тоже быть. Вот, поэтому вот так, вот так сегодня с соперницей. Такой у нас сегодня получился расклад. Смотрели вчера, сегодня, завтра. Давайте посмотрим ещё одну колоду. У нас показывает императрица, но здесь, конечно, показывают вас. Вам, конечно, нужно себя держать в этих отношениях, соответственно, императрица с чувством собственного достоинства всегда. Заставлять себя уважать. Вот я так и скажу, заставлять себя, если человек вас не уважает, значит, не позволять ему неуважительно относиться к себе, к императрице. Нести себя с гордо поднятой головой, именно как императрица делает. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за тёплый комментарий под моим видео. Если ещё не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного. Конечно, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие. До следующего расклада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова